итак дорогие друзья прежде чем настраивать файл настроек наберите пробел fed и перейдите файл настроек кое-что мы отменим а потом будете смотреть control ss мы с вами exclude вот она настроечка внизу значит у вас мы тут добавляли компании до комментируйте либо удалить отсюда можете просто закомментировать следующим шагом наберите юзер конфиг и там мы с вами делали global complete мод да вот это тоже закомментируйте потом захотите раскомментируйте мы будем сейчас работа с компани это вторая вещь которую мы делали я здесь можно убить допустим global company мод но имейте просто для себя в виду если вам нравится чтобы значится авто завершение было везде то это можно ставить но если вы хотите тут почитайте документации просто есть возможность некоторые слои исключать чтоб она там не было до в некоторых буферах чтобы не отображалась тогда со временем берете сделайте просто имейте это ввиду еще что я добавил сейчас смотрите перехожу вверх gg и здесь вот в auto complete variables auto completion variables я первой строкой еще добавил компании баскинс по умолчанию до компания файл из компаний комф значит чтобы не добавлять вот здесь когда вы перейдете слой как мы набирали auto completion layer здесь это настройка есть можно ее применить если захотите поставить сейчас я ее найду вот я проматываю вот она просто мнение компании вот она да просто вот комплейшн бэк эндс он просто вот этого скопируете и ставите туда в время время был комплейшн да так но вроде бы все будете менять пока возьмем компании еще один момент сразу покажу пока не забыл сейчас дайте вспомню мы с вами добавляли до user конфиг но больше никуда ничего не добавляли значит а сейчас я открою проект мы сейчас все настроим так сейчас биби открою буфер мне так будет быстрее и смотрите бывает такое что в самом начале работы это только бывает что редко очень да но бывает что компани начинает там начале сначала долго соображать поэтому выбираете быстренько запустили до компани комплент принудительно запустили и сразу все будет работать хотя такого не возникает практически у меня мы просто я это как вариант и сейчас будет уже работать сюда то есть пока я сохраню с этим разобрались теперь еще один момент который я хочу сказать значится открываем слой python просто набираем набираем space max python и сразу нам выдастся пайтон лэйр теперь смотрите понятно что да нам понадобится сейчас файл настроек control x3 открываем другое окно пусть тот файл будет том окне а здесь мы наберем control fd и нам надо вверх gg значится мы с вами ранее делали python раскомментировали теперь бывает такая вещь смотрите я сейчас перехожу в то окно control windows . и нажимаю и для мы это рассматривали стоп а мне надо сейчас немножко другое control ff мне надо тест пайтон сам до каталог набрать я в нем нахожусь теперь я попробую активировать виртуальное окружение значится давайте я попробую вот так вот пока при помощи двух пробелов то есть тоже самое что alt икс набрать да и возьму и возьму павен в варкам вон она вот она смотрим да и а они я немножко не то но все включил до победы мод и не были а а теперь попробую выбрать виртуальное окружение то же самое делаю воркам наберу и попробую выбрать мне надо тога до нажму вот здесь сейчас я вижу исключение у меня никакого нету но тем не менее виртуальное окружение тоже не вижу здесь вот не отражается так я попробую теперь работают ли горячие клавиши они даже здесь не открываются то есть запятая в дубле в да и еще раз попробую и потом посмотрю исключение павен в варкам тога енв так теперь посмотрю вообще сообщение мессер да и посмотрю я таких не вижу но вопрос в том что я не вижу вообще здесь нет нету активации вообще и либо может выскакивать исключение такое исключение такое в общем иными словами интерпретатор не найден тогда можно попробовать как вариант я даже не знаю правильно ли это или нет но это точно всегда работает заходим в файл настроек идем в юзер конфиг и просто попробуем сделать вот следующее это единственное вот что что работает если будет что то не так мы изменим копируем эту строку например переносим вверх вставляем теперь вот здесь где оргрум вот эти удаляем а добавляем python то есть подключение принудительное везде получится у нас сохраняем перезагружаем и давайте попробуем теперь что будет происходить значится нам вообще давайте здесь наберем контур биби тот буфер должен быть открыт опай а стоп тест python так control x0 control x3 и откроем тест python теперь попробуем активировать здесь прямо сначала так павен пай в в ворком вот оно появилось вы знаете да или не знаете что поддерживается не четкий поиск то есть я не вводил полностью поэтому в нв ввел первое слово пай и второе сразу ворком ну и оно нашло то что надо я активирую и здесь тога и нв теперь посмотрю посмотрю по крайней мере ошибки не вы не выдает нет данном случае сейчас не активируется активируется только а активировалась когда файл открыл вот оно появилось то то есть можно теперь давайте проверим давайте проверим ошибки не выдает если будет выдавать ошибку так пробуйте поэтому пока я я отсюда это удалю то есть закомментирую реквайры питон и сейчас еще раз проверю ну теперь просто вообще выключу и проверим активировалась все нормально но просто говорю что когда бывает ошибку выдавать почему это надо иногда иногда ну не есть обсуждение я видел ну просто сейчас скажу словами что когда ты открываешь файл и активируешь виртуальное окружение тогда может быть там допустим подглючивать хотя у меня такого не было но я слышал такое поэтому рекомендуют конечно активировать в директории виртуальное окружение хотя вы будете смотреть по своему варианту и так я просто сейчас выберу проект тест python который у меня создан и попробую активировать виртуальное окружение значит клавиши запятая в дублевые сейчас работать не будут они будут работать когда будет расширение пай значит я при помощи вот этой команды пай вен в ворком выбираю виртуальное окружение то грин в интер теперь я захожу в сам файл и смотрю так опай мне надо чтоб что-то не то что-то не то что что я делаю так регион выделил теперь я захожу смотрите я его не вижу то есть значит что мы делаем все верно ctrl x 0 ctrl x 3 давайте мы все таки попробуем вернуть поработайте так а потом будем смотреть ctrl f e d возвращаем значит require python вот он у меня закомментирован еще раз проверяем теперь я опять открываю проект так стоп значит где курсор кстати есть хорошая библиотека подсветки курсора я про нее как-то забыл секунду чтобы ее найти тут уже подключемся амизоми амизоми и макс и здесь где-то библиотека маяк курсор будет мигать значит попробуем его установить я не даже не знаю пока станет не а потом будем разбираться сначала надо проверить есть ли он вам может он уже есть кто что делал то же что я искал реквизу значит ставит пробуем откроем файл настроек нам надо сейчас а дитя нашел дополнительные пакеты дополнительные пакеты дальше и включим южер конфиг подсветка курсора подсветка курсора перезагружаем если что-то не станет просто будете знать ну вижу что файл закачал перезагрузим давайте попробуем попробуем перейти наш каталог опять тест python о подсветился иными словами при открытии файла что должно происходить то есть как бы полоса там еще темы можно выбрать выбрать смотрите вот на курсор подсвечивается так мы с вами вообще занимались чем питон раскомментировали давайте продолжить мы уже раскомментировали поэтому ворком сейчас проверим и переходим теперь активировалась то есть когда мы require python оно активировалось заранее теперь все должно работать правильно и показываю теперь очень важную фишку которая нам очень очень надо будет по ходу еще разберемся не всегда она работает значит на окон она будет подключать пока запомните это вот я беру бокс да нажимаю запятая g g и опа супер я в исходном коде то есть зашло в в вен в сайт сайта псс покажет тога виджет бокс я сразу в исходном коде чтобы вернуться назад я дальше дальше смотрим бюджет хочу посмотреть скобный код оп оп g g g так не нашло не нашло ап значит ну нету оп и я в классе ап могу просматривать control о я возвращаюсь давайте попробуем старт оп есть но это я у себя же да это почему потому что это пользовательская если я возьму пак тоже я перешел в пак я вижу что по пути это nv да то есть вижу исходный код в общем то это довольно круто и в жанга прекрасно работает и в других библиотеках где есть исходный код класса или функции то он вам его найдет это по умолчанию должно работать единственное что мы будем с вами рассматривать им microsoft сервера и анаконду тогда просто я могу потом забыть два подключаете все равно анаконда будет по умолчанию ну в общем запомнили первую фишу которая нужна программисту это просмотр исходного кода на лету это очень круто это это вообще супер круто так ребят ну все пока все ну